Шкода Саперп четвертого поколения 1.4 TCI гибрид Лорен и Клеменс комплектация новую мордаху сделали симпатично естественно полный лет пакет дальний ближний и все остальное плюс матрица кто хочет тот купит сзади место просто потрясающе трехзонный климат-контроль белая кожа быстрее всего эко двери без хотя в самой жирной комплектации без доводчиков что очень странно сзади шкода шкодой громадный плюс всех шкод самый большой багажник своем классе темка шкоды кому нужен фонарик берите берите на машину на тест-драйв и и забирайте все фонарики с вебастой или предподогрев хрен его знает хотя это вроде 1.4 бензин но с вебастой что прикольно водительское место вот сам за собой место в вагон и маленькая тележка ноги протянуть еще место будет тут ничего нового кроме тфт нового жк телевизора полноразмерного раньше в шкодах было половинки из боков были срезаны сейчас делали полноразмерные возможно комплектации зависит естественно панорамка которая красиво но никому уже не нужно регулировка сиденье заднего ряда можно еще подвинуть к бардачку приятное на ощупь передние сиденья с выраженной поддержкой много регулировок в том числе поясничного дело что приятно и подпопник тоже уезжает удобно первое видео обзор закончен поскольку автомобиль электро естественно двигателя слышно работает электромотор многофункциональный телевизор мотор 1.4 с электродвигателем 160 киловатт машина хорошо едет до 50 км в час на электродвигателя очень мягкая подвеска в комфортном режиме спорт режиме она конечно будет уже намного жестче специально выехали на поселочную дорогу где много колдобин более глубокие колдобины подвеска все-таки пробивает чувствуется по корпусу проходят удары на свою функцию выполняет классный видео обзор с полным ртом конфет по поводу панорамки большая вовесь весь кузов точнее всю крышу все красиво как я сказал что есть и есть дальше потом неинтересно даже смотреть не будут на опыте сказан ну и естественно органы управления все стандартные ничего нового кроме круиз-контроля который у шкоды обыденно находится под рулем его из-за руля не видно только если на ощупь ты научился пользоваться тогда без проблем у меня чтоб мне понять как он работает мне потребовалось три поездки на разных шкодах но дело привычки конечно по проселочной дороге пока все выйдем на трассу вернемся к вам и снова мы с вами подъезжаем к трассе ну как к трассе убираем режим спорт подвеска становится чуть-чуть жестче и газ в пол разгон конечно динамичный чуть не скажешь но есть одно такое большое но скорость 100 км в час и в машине довольно шумно хотя на предыдущем так сказать поколении шкод 2019 года до 2019 года который брали на тест драйв возможно шины конечно но здесь шумнее здесь стоят бриджстовные потензы 19 дюймовые на на той шкоде стояли Michelin 4 с примаси примаси 4 и было намного комфортнее в плане шумки может брали в угоду чуть удешевить но на 120 км в час как сейчас приходится говорить уже повышая голос и аэродинамические шумы присутствуют в районе зеркал но с точки зрения динамики автомобиля хоть 1.4 турбированный стоит за счет электродвигателя моментально разгоняется идет за педалью сейчас вот попробую а впереди едет грузовичок предположим что вам надо обогнать быстро и безопасно но грузовичок решил всех сам обогнать поехать по центру там знак 90 что притормозим после 90 устроим оброн всех и вся ну а так общее впечатление конечно хорошее машина комфортная на трассе так вообще милое дело на дальние расстояния но для дальних расстояний все таки я считаю что дизель будет получше как экономичнее хотя здесь и показывает что на полном баке он проедет 740 км но кто знает ну попробуем сейчас обогнать газ в пол в принципе динамично до 120 разгоняется очень быстро но у нас тут Берлинда решил что он шкопонгал что в машине шумно это даже не шины это чувство слышно как арки шумят господь через арки руль естественно адаптивный чем больше скорость тем он тяжелее но все равно он по сравнению с той же моим Volvo XC60 он пустой такой ход и машина никак не реагирует хотя с другой стороны отпустив руль машина идет прямо можно включить ассистент но это может не требуется машина идет очень хорошо держит дорогу шикарную ну и пока больше впечатлений особых нету как себе по автомобилю я конечно бы взял с точки зрения универсальности потому что большое много места для семьи просто идеальный автомобиль особенно для большой семьи много чего влезет для путешествий машина шикарная так что оставайтесь с нами что что не не это что Продолжение следует...